Друзья, всем привет! В этом ролике вы увидите тест-драйв новой Mazda CX-9. Недели ранее мы сняли подробный обзор экстерьера и интерьера автомобиля. Если вы его еще не смотрели, ссылка ждет вас в описании. Прямо сейчас мы отправимся с вами кататься по городу, поговорим про автомобиль. Я поделюсь в первую очередь своими ощущениями. Поговорим об альтернативных конкурентах в этом ценовом диапазоне. Наверняка кто-то спросит, а что это у нас сегодня блондин так одет? Возможно, праздник какой-то или куда-то по работе собрался? Нет, никаких важных дел нет, несмотря на то, что сегодня пятница, будний день. Друзья, нас на канале стало 40 тысяч акционеров. Именно так я называю вас, тех, кто подписался на канал. Называть вас подписчиками, фолловерами, фанами, но у меня язык не поворачивается. Я действительно к вам отношусь с большим уважением. У нас нет ОАО, нет акций канала на бирже, хотя это была бы хорошая идея для перспективного развития на будущее. Для меня лично это очень знаменательная цифра, ведь 40 тысяч это совсем немало. Когда-то я начинал, у нас было 20 человек, 30 человек, а сегодня уже больше 40 тысяч. Поэтому я вам искренне говорю огромное спасибо, что вы поддерживаете, конструктивно критикуете, смотрите видео и высказываете свою позицию в комментариях. По этому поводу мы обязательно снимем отдельный видеоролик. Прямо сейчас на экране вы видите ссылку на инстаграм канала. Заходите, подписывайтесь и к последнему в посту пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, критикуйте, высказывайте, что нужно поправить, над чем поработать. И не размазывая кашу по тарелке, я говорю вам спасибо и мы продолжаем. Всем вновь прибывшим я напоминаю, что сам являюсь владельцем Mazda 6 2015 года, автомобиль беру официального дилера на тест-драйв. И при этом у нас нет никаких договоренностей, чтобы я хвалил машину, рассказывал про нее только положительные моменты и умалчивал про минусы. Нет, я высказываю полностью свое объективное мнение. Давайте потихонечку присаживаться в автомобиль. Напомню вам, что стоит он 3 миллиона рублей. И при этом за эти деньги вы получаете механическую настройку руля. Кто-то скажет, что это мелочи, но мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. Присаживайтесь, мы отправляемся на тест-драйв. Мы в потоке. И первое, что бросается в глаза в этом автомобиле, это его габариты. С одной стороны, он очень большой. На самом деле, это чувствуется, что машина большая. Но сидя внутри, она кажется какой-то узенькой, знаешь, такой маленькой. Но смотрите, лобовое стекло очень близко расположено. Я сижу, ну, ноги влево-вправо особо даже не раскинешь. Как бы вроде бы комфортно сижу, но в тот же момент все равно, знаешь, как-то я немного стиснут. Боковые зеркала, они идут с датчиками слепых зон. И с одной стороны, можно сказать, что обзорность достаточная. Но если посмотреть на автомобиль в целом, он здоровый. А зеркала здесь такое ощущение, как будто от CX-5. Обратите внимание, автомобиль у нас семиместный. И вот сейчас у нас поднято одно сидение третьего ряда. Представьте, что сейчас в машине будет сидеть семь человек. Вот я, глядя во внутреннее зеркало заднее, буду видеть улыбки своих друзей, своей семьи. А дорогу я видеть не буду. И в этот момент для меня будут боковые зеркала очень даже востребованы. Поэтому в процессе эксплуатации длительно, я думаю, этот вопрос наверняка будет людьми подниматься. Мы сегодня много поговорим про шумоизоляцию, потому что здесь она реально достойная. Вот мы катаемся по городу со средней скоростью 60-80 км в час. Мимо нас проезжают различного рода трамваи, машины с дизельными моторами, которые тарахтят, гудят. Мы сидим реально комфортно. Общаемся вдвоем. И в машине такой некий, знаешь, вакуум. Мы сидим действительно комфортно. Если прибавить музыку, так вообще красота. С точки зрения комфорта посадки в автомобиле можно поставить смело 4 с плюсом, а то и 5. Ну смотрите, любой пузан, подчеркиваю, не пацан, а пузан, легко сюда залезет. Вот я сажусь, мой рост метр восемьдесят два, 80 кг я примерно вешу. Слева подлокотник для руки есть, право тоже есть. Он в принципе большой, на двоих человек все без проблем. Для меня, для пассажира. Руль настроил под себя, все под себя настроено. Сидишь, передвигаешься в автомобиле, сидение комфортное. Шумоизоляция, про нее мы, ну как я уже сказал, много сегодня скажем. На самом деле, сидишь в машине, ездишь, передвигаешься, просто получаешь удовольствие. Мы уже не раз сказали, что сама Мазда преподносит автомобиль как премиум. А вот то, что нет электрорегулировки руля, немного расстраивает. Потому что нет ее, соответственно, нет комфортной посадки высадки. Когда вы глушите автомобиль, сидение отъезжает назад, а руль приподнимается вверх. С точки зрения настройки подвески, здесь можно смело поставить 5 баллов. Вот Мазде за что, за что, а за управляемость, это всегда хорошая оценка. Смотрите, мы передвигаемся по городу, проезжаем различные стыки, выбоины, трамвайные пути, канализационные люки. Машина реально глотает дорогу. Более того, мы катались по территории дилера, а там дорога вообще была вся разбитая. Тем не менее, машина реально едет, прям вот как корабль плывет. За счет этого есть некая валкость. Когда начинаешь ехать по неровной дороге, машина слегка как бы раскачивается. Но в тот же момент, смотри, прямая дорога, у нас 231 лошадиная сила и турбина стоит. Газку в пол даешь, когда турбина дует, начинает, тачка реально летит. Вот многие говорили, блин, 231 силы будет маловато. Не, нормально, для города просто, когда она еще подхватывает, реально очень хорошие показатели. Если бы сюда привезли в автомобиль и сказали бы, вот вам, пожалуйста, 3 литра и 300 лошадей, было бы лучше? Да нет, конечно, начали бы мы все с вами вместе жаловаться о том, что транспортный налог раз. Расход топлива был бы литров по 22, но это нам неинтересно. Выйти на ней, на трассу, на прямом хорошем участке, вот в такую же погоду дать 200, а то и 220 вообще будет в удовольствие. Я понимаю то, что в России у нас можно ездить не больше 130, а я говорю про Германию, про автобан. Вышел, разогнался, машина позволяет. Вес ее практически 2 тонны. Будет идти как утюг. Полноценная проекция на лобовом стекле значительно упрощает управление в автомобиле. Ну смотрите, видите, показывает, кто едет с левой стороны, либо с правой. Он также показывает контроль занимаемой полосы, то, что вы выходите из своей полосы левей-правей. Это все очень удобно, и на самом деле к этому очень быстро привыкаешь. И вот пока мы толкаемся в пробках, давайте с вами обсудим альтернативы в этом же ценовом диапазоне. Ведь многие сказали, 3 миллиона за Мазду, да вы что, с ума сошли? Друзья, ну в первую очередь, непосредственно японец и самая топовая версия, это раз. Во-вторых, вы правильно подмечаете то, что нужно учитывать курс доллара. Это не они виноваты, то, что у нас слабая валюта, а мы с вами и наша внутренняя экономика. Адекватная цена вот этому автомобилю в топовой версии 2,5 миллиона. Какую-нибудь базовую версию на тряпке, как говорится, на переднем приводе можно было бы продавать за миллиона 2,100. Вот примерно вот так. Но будем смотреть на вещи реально 3 миллиона рублей. Вот смотрите, многие из вас написали то, что Lexus. Вот Lexus RX, все, я иду его покупать. И на самом деле я с этим даже соглашусь. Честно, не буду говорить, что я там Mazda Drotcher и отдал бы 3 миллиона рублей за Мазду при любых раскладах. Нет, вот за 3 ляма я бы пошел сам в Lexus. По двум причинам. В первую очередь RX200T в комплектации Exclusive, если я не ошибаюсь, вполне достойный автомобиль. Стоит он, правда, 3 миллиона 150 тысяч рублей. Но в тот же момент он более оснащен. Там сразу будет навигация, сразу будет вентиляция. В общем, машина будет по техническим опциям укомплектована очень хорошо. У нее будут свои минусы, если сравнить ее с этим автомобилем. Она меньше, она пятиместная. Но я человек молодой, у меня есть жена, у нас скоро будут дети, но пока что их нет. И поэтому мы катаемся на машине вдвоем. Зачем же мне автомобиль на 7 человек? Другие же начинают кричать о том, что 3 ляма, идем в Toyota, берем Prado. Ну, Prado в нормальной комплектации будет стоить 3,3. Соответственно, у него также нужно обязательно делать каско, потому что автомобиль очень хорошо угоняется. И таким образом автомобиль получится у вас по цене 3,500-3,600. Это как минимум первоначально. Вы купите машину, резину поставите на учет. В общем, все мелочи посчитать, денег уйдет ой-ой-ой. И что мы получаем за эти деньги? Японский УАЗик. Ну, на самом деле, рама, проходимость хорошая по бездорожью. Ну, кому это надо? Вот мне лично, человек, который катается по городу в основном, ну, нафига мне это надо? Я бы посмотрел на Toyota Prado только тогда, когда мне стало бы там за 40 лет, а то и больше. Если продолжить бежать по модельному ряду от Toyota, Highlander, да, все классно, но по цене он будет гораздо выше, поэтому мы его отметаем. Фортюнер, все, о, новая тачка, Фортюнер, грамма, опять же, говномес хороший, 2,8, парни, 2,8, говномес, ну, не то это по комфорту. Вот эта машина будет намного выше его. Предлагали рассмотреть Infiniti QX60. Ну, блин, друзья, ну, посмотрите на нее сами. На мой взгляд, да, 7-местная машина достойный аналог этому автомобилю. Действительно, премиум Infiniti. Ну, скучная машина. Посмотреть на нее, блин, думаешь, ну, что-то здесь нужно изменить. Если взять QX70, бывший FX, это совсем другой уровень. Конечно, смотришь, блин, тачка огонь. Такая прям заряженная, агрессивная. А вот все-таки QX60, ну, такая, для пенсионера, я бы сказал. Если начать опускаться по цене пониже Nissan Murano. Вот я сам, как владелец Nissan Murano предыдущего кузова, хочу сказать одно то, что вот новый, на него посмотришь, но это больше какой-то модернизированный Nissan Qashqai. Топовая Škoda Kodiaq. Вы серьезно? Я пришел в салон, сел, посидел, я даже на тест-драйв не поехал. Я, конечно, понимаю то, что здесь своя группа фанатов марки. Ну, блин, парни, вообще, ну, меня лично никак автомобиль не цепляет. Я не знаю, откуда было столько внимания. Новый Kodiaq, ждите новый Kodiaq. Ну, пришел он там, 2.6 вроде бы, топовую версию можно забрать. Вообще не то. Kia Sorento Prime. Хороший, большой, хорошо укомплектованный. Hyundai Grand Santa Fe. В общем, корейцы топовые парни. Ну, не то на самом деле. Садился, катался, тоже раньше как-то смотрел на Kia Sorento Prime, особенно на официальном сайте, по картинкам. Пришел в салон, посидел, разочек брал он на тест-драйв и понял то, что, ну, не совсем тот автомобиль. Все-таки корейцы, это и есть корейцы. И вот на что потратить свои честно заработанные 3 миллиона рублей, каждый из нас решит самостоятельно. Кто-то сэкономит, возьмет что-то попроще. Кто-то наверняка пойдет на вторичку искать что-то более выше уровнем. Я бы, если бы вы спросили мое мнение, 3 миллиона отправился в Lexus, посидел бы, в общем, присматривался к RX200. Хотя мне Mazda CX9 очень даже симпатична. Единственное, что меня отпугивает, это, конечно же, ценник. Была бы 2.5, другое дело, можно было бы смотреть в ее сторону. В процессе нашего тест-драйва я на самом деле удивился динамике автомобиля. Заявлены динамические характеристики от 0 до 108,6. Вот сейчас мы едем 70 километров. Покажи, пожалуйста, дорогу. Хорошая дорога. Допустим, нам нужно срочно ускориться. Притапливаем газ в пол. Секундная задержка и пошел. 90. И вот сейчас, когда обороты у нас идут на 4000, тяга очень хорошая. Останавливаются тоже хорошо. Когда едешь не быстро, тормоза настроены по такому принципу, что притормаживаешь плавненько. Но если надо остановиться, схватывают, они очень хорошо. Вот реально прям раз, все, стоишь. Разогнаться, вот, задержка, начинает дуть турбины и пошел. Я, конечно, понимаю то, что плохо, то, что мы так катаемся по городу, но, тем не менее, показать, что машина хорошо стоит на дороге, я обязан. Но не забывайте о том, что у нас есть кнопочка. Конечно же, она не магическая. Тем не менее, режим спорт. Мы его включаем. Теперь обороты у нас всегда будут повышенные. И тяга у автомобиля становится такая более интересная. Звук мотора достойный. Он не пищит, он не еле-еле работает, не тарахтит. Хотя, просто рядник. Не V6. Но достойно. Проекция настроена таким образом, то, что все мои неправильные, скажем так, передвижения, то, что я резко перестраиваюсь влево-вправо, отдаются в руль, машинка ругается, говорит, что-то ты как-то не очень правильно едешь. Вот я сейчас держу 3000 оборотов, 3-3,5, даю газку, отпускаю и слышно, на самом деле, работу турбину. Тяга, на самом деле, хорошая. Чувствуется спортивный характер автомобиля. Таким образом, в конце рабочего дня, а еще лучше недели, ты вышел, сел в машину и с ветерком возвращаешься домой к любимой своей семье. С ветерком это не означает 200. Я вас всех призываю в первую очередь соблюдать скоростной режим, как в городе, так и за его пределами. Обратите внимание, как автомобиль выглядит в городе. Не где-то там, на дилерских складах, среди таких же автомобилей новеньких, а вот в потоке. На самом деле, шайба огромная, морда, ну, на самом деле, массивная, согласитесь. По кругу обойти автомобиль, вид в городе у него совсем другой. Прошло уже 3 часа нашего тест-драйва, и я вам серьезно говорю, подвеска, я здесь впечатлен. Напоминаю, машина идет на 20-х колесах, и передвигаться по городу одно удовольствие. Вот проезжают железнодорожные переезды, люки, я уже говорил, ну, реально кайф, парни. Конечно же, автомобиль высокий, его можно назвать относительно валки, потому что, выезжая из дворов, все равно чуть-чуть крены присутствуют. Опять же, при перестроении на большой скорости не могу сказать, потому что мы его не разогнали до скорости в 200 километров. Тем не менее, мы остановились, покажи прямую, все по-честному, есть даже небольшой наклончик. Проверяем динамику 0-100, включаем поворотник, поехали. Подрыв чувствуется. Ну, соточка есть. Знаете, я вам скажу так, то, что работа турбины здесь заслуживает хорошей оценки. Передвигаясь по городу в одного, я думаю, вы не будете расстраиваться динамике автомобиля. Конечно же, если вы хотите, чтобы машина ехала до первой сотни за 6-5 секунд, он вам будет казаться очень медленным. Но для меня, например, автомобиль для города вообще вполне адекватен. Здесь, опять же, на вкус и цвет товарищей нет. По мне, быстрый автомобиль это тот, который набирает первую сотню за 3 секунды. Обращают ли внимание люди на автомобиль? Ну, конечно же. Стоя на светофорах, ловлю взгляды, многие рассматривают машину, но она у нас оклеена рекламой дилерского центра. И поэтому меня, скорее всего, воспринимают как какого-то менеджера, которому поставили задачу перегнать автомобиль из пункта А, пункта Б. И вот после всего вышесказанного хочу подвести краткий итог. Цена вас не порадовала, но управление автомобилем вас точно порадует. Поэтому, если вы смотрите на автомобиль и думаете, вот брать, не брать, вот вроде бы и есть денежка, а в тот же момент, ну, 3 ляма слишком много, на тест-драйв вам лучше не ехать. Скатаетесь, машина понравится, 100% в нее вы любитесь. Ну, а для тех, кто хочет хороший автомобиль, но нужную сумму денег еще не заработал и поэтому смотрит на вторичный рынок, я вам напоминаю то, что есть сайт автохлама.нет, который поможет найти вам эксперта по подбору автомобилей на вторичном рынке. Вы часто спрашиваете меня, а занимаюсь ли я подбором автомобилей на вторичке? Нет, парни, но я себя экспертом не считаю, у меня даже нет нужного для этого оборудования. Но вот на сайте автохлама.нет вы точно найдете себе нормального эксперта, за которого предварительно можете почитать отзывы других, ранее обратившихся к нему людей. Если ты ищешь автомобиль на вторичном рынке, но сам в технической части не особо разбираешься, но при этом хочешь хорошо сэкономить, обращайся за помощью к профессионалам. Сайт работает по всей России. А всем частным экспертам, которые размещают свои объявления о помощи в подборе авто на вторичном рынке, советую обратить внимание и на этот ресурс. Ведь здесь вы можете найти новых потенциальных клиентов по всей России. Итак, мы вернулись туда, откуда начинали, для того, чтобы подводить итоги. Первое. Если говорить про ходовые качества автомобиля, здесь я ставлю оценку 5 баллов. Но если не 5 баллов, то 4 с плюсом точно. По динамике, по разгону, по прохождению неровностей, по устойчивости на дороге машина действительно комфортная. 5 часов мы покатались сегодня на машине. Да, это немного, но в тот же момент это не 10-15-минутный тест-драйв. Цена автомобиля 3 миллиона рублей. Стоит ли он своих денег? С учетом его комплектации я считаю, что адекватная цена здесь была бы в районе 2,5-2,6 миллиона рублей. Но не 3 миллиона. Здесь на 3 миллиона ровным счетом нет этих нужных функций. Надежность автомобиля. Ну, до первых 100 тысяч километров вообще не о чем думать. Потому что все, что не случится, Mazda это без проблем меняет по гарантии. После 100 тысяч, я думаю, вы откатаете на автомобиле, не зная хлопот, тысяч до 200. Что будет дальше, покажет время. Рассматривать какой-то альтернативный вариант за эти деньги всегда можно. Ведь как потратить ваши денежки, решайте только вы. Поэтому здесь я не буду делать свои выводы. Ведь выводы делать только вам. Друзья, ну вот таким у нас сегодня получился тест-драйв. Я надеюсь, что все было честно и объективно. Приглашаю всех вас в комментарии высказывать ваше мнение. Что вы думаете по поводу этого автомобиля. У меня на этом все. Подписывайтесь обязательно на инстаграм. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Еще раз вам говорю огромное спасибо за оказанное доверие. Что нас стало уже 40 тысяч человек. Спасибо. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok